Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на видеопортале трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня, 12 сентября 2017 года, вторник. Давайте посмотрим, какие результаты у нас были вчера. Да, индекс ММВБ укрепился на полпроцента до отметки 2044 пункта. Индекс РТС укрепился на 0,6% до отметки 1126 пунктов. Ну, отличные результаты. И рубль укрепился у нас вчера к доллару на 14 копеек. 57 рублей 22 копейки дают сейчас за 1 доллар на споте. Там же на споте евро-рубль стоит 68 рублей 40 копеек за 1 единицу европейской валюты. Укрепление рубля составило 62 копейки. Ну вот, коллеги, уже хорошие циферки возвращаются к нам. 57,22 доллар-рубль. Мне эта тема уже больше нравится, чем 60. Прямо хороший день получился вчера. Давайте, коллеги, посмотрим, как у нас выглядела ситуация на нефтяном рынке, который, конечно, влияет на все. Россия в первую очередь. Нефть вчера, друзья, на открытии. Снизилась. Во второй половине дня резко подросла. Ну и закрылись на отметке. Кстати, сейчас мы на ней приблизительно находимся. 48,03. Чуть выше 48. Держимся. Часовой график выглядел таким образом. Очень эффектно. Резко вниз, резко вверх. На мой взгляд, картинка лонговая. Ну, понятно. Флаг. Проторговка вправо. И должны мы двинуться дальше наверх. Давайте, кстати, посмотрим, как у нас выглядит вчерашний АТР. Доллар 25 мы вчера прошли. Шикарно, шикарно. У меня уже одна покупка нефти в плюсе. Жду сегодня тейк-профит по ней и вход в зону прибыли по второй покупке. Где-то на уровне доллар 10, доллар 20, еще выше. И будет у меня тейк-профиты все отработаны. Ну, три покупки, вы помните, я сделал вчера. И считал, что нефть должна откатить и уйти наверх. Абсолютно разделяю эту точку зрения и сегодня. Вчерашний день даже при таком снижении вытащили американцы. Такое впечатление, что и с утра будет тот же сценарий. С утра вниз, потом поближе к американцам. И на американцах резкий рост. Видимо, такие правила игры сегодня. Тем более, что нефть и переработка в США после урагана Ирма не пострадала. Да, там в Орландо были проблемы. Но вот сегодня уже все возвращаются к работе. Поэтому думаю, что нефть имеет все основания идти наверх в условиях приближения отопительного сезона. Напомню, что 14-го числа будет переход нефти с контракта октябрьского WTI на ноябрьский. Начнется переход. Поэтому на этой неделе, конечно, мы будем крыть эту позицию. Ну, я надеюсь, что мы сегодня-завтра уже закроем ее в плюс. А потом уже, конечно, может быть даже подождем ноябрьского контракта. Уже старым контрактом торговать на этой неделе, наверное, не буду. Но, слава богу, есть полно инструментов, на которых есть хорошие, интересные торговые идеи. Ну, вот, например, биткоин, друзья. Два дня попало. Попадал он достаточно серьезно. Сейчас растет 4 330 долларов за один биткоин. Новости из Китая, где там запретили и ICO, и биржи запретили, и коммерческую торговлю биткоинами. В принципе, запретили вместе с биржами. Пережили это вчера, но и сегодня решили двинуться наверх. Так что посмотрим внимательно на ход развития событий в этой части. Очень интересно. Евро-доллар, друзья, вчера снизился. Сегодня пытаются отбиться наверх. Тренд на дневном графике, без сомнения, наверх. Текущая цена 1,1972. Я, например, жду сегодня штурма 1,20. Тем более, посмотрите, первый час такой хороший, уверенный. Вот, вполне, вполне, на мой взгляд, я внимательно посмотрю за вот этой линией. Вот как раз мы на нее встали. Если мы на следующем часе, на этом часе, хотя вот уже останемся, на следующем часе пойдем наверх, ну, вполне пробой, пробой нисходящего тренда на часовом графике. Для меня это будет сигналом совершенно однозначно. Ну, и вчерашнее, честно говоря, укрепление доллара, оно такое впечатление, что на падение нефти тоже, кстати, плохо объяснимо. Ну, вот кто-то решил закрыть позиции, так сказать, укрепить доллар, подвалить нефть. А во второй половине дня американцы сами же это все и передумали, честно говоря. Сами же они это все и передумали. И падение еврика тоже, в общем-то, пошло в замедленное, замедленное с откатами. Здесь три часа откат, здесь два часа откат. Ну, то есть уже так, мне кажется, что вот этот уровень, куда мы ударились. 1.19.45, наверное, и все. Я бы, честно говоря, рассматривал тему покупки. Посмотрите, сейчас живенько пошло перед европейской сессией. Ну, давайте прикупим тоже немножко еврика себе и посмотрим, что через минуту на закрытие этого часа и на открытие европейской сессии, что нам предложат европейские коллеги. Да, давайте посмотрим. Вот я прикупил и смотрим с вами, сможет ли убедительно, ну, во-первых, сможет ли закрыться выше вот этой линии нисходящей европейской сессии европейской сессии. И сможет ли он потом двинуться в поход, а я его вижу в поход, на отметку 1.20.79. Вот 100 баксиков мы хотим сегодня на этой истории заработать. Буквально через минуту вернемся и посмотрим, как здесь история выглядит. Фунтик, друзья, вчера снизился, сегодня растет. Та же история. Я думаю, что доллар глобально сегодня подсядет и по нефти, и по всем валютам, по металлам. Вопрос только в том, где он подсядет сильнее. Вот кто во что верит. Я больше в евро, чем фунтик. Ну, кто-то, наверное, больше склонен купить фунт-доллар в этой ситуации. Здесь у каждого свой взгляд, друзья. Здесь никаких идей, каких-то общих рекомендаций. Вот кто, что думает, тот, кто и торгует, коллеги. Тут без всяких предпочтений. Кто во что верит. Далее, коллеги. Доллар иена. Вчера вырос доллар, сегодня доллар растет. Вот иена слабое звено. Я, например, иену пока не планирую приобретать, в плане продавать доллар иену. Вообще не планирую эту тему пока. Почему-то это такое впечатление внутренней слабой стены. Доллар, швейцарский франк. Швейцарский франк всегда вчера показал себя очень слабо. Он провалился, мне кажется, больше, чем кто-либо. Поэтому сейчас его покупать ни в каком формате нежелательно. А вот канадский доллар показал себя один из наиболее стойких. Он вчера вообще укрепился. И вот в этом варианте вчерашняя сделка, которую нам порекомендовал Иван Кочев из Болгарии, она, конечно, получается, мы продаем канадец, который вырос больше всего, а покупаем франк. Продажа канадец, швейцарский франк, который упал сильнее всего. То есть мы, конечно, приняли на себя все, что могли. Ну, а концепция была, концептуальная идея Ивана была, что большой отар пройден теперь будет откат. Ну, как вам сказать? Рисковая позиция. Вообще Иван один из опытнейших трейдеров. Иван Кочев, Болгария. Кто зарабатывает на этом рынке. Ну, смотрите, какие высокорисковые стратегии реализуют. Почему я считаю высокорисковые? Давайте посмотрим месячный график. Мощный прорыв наверх канадский доллар. Недельный график. Мощный прорыв наверх канадский доллар. Дневной график. Мощный прорыв канадского доллара. Часовой график. Мощный прорыв канадского доллара наверх. И вот в этой ситуации Иван Кочев шортит. В моем понимании здесь можно обсуждать только тему, что покупать. Один лот, два лота. 25 лотов в такой вот это а Иван рискует и он достаточно часто зарабатывает на общем ожидании он шортит ну и зарабатывает молодец я собственно знаете больше даже с моральной точки зрения хочу здесь обратить ваше внимание я вот эти вот 5 графиков которые мы видели с вами с месячного до часового не шортил бы никогда а Иван смотрите шортит и зарабатывает вот молодец слушайте я например по своей психологии я поставил сейчас 2% 2 пипса take profit молю бога чтобы оно мне дало откат ну на самом деле не сильно молю деньги небольшие поэтому переживем если что но я отдаю себе отчет в том что если в пятницу на коррекции меня не закроют то я буду в понедельник утром крыться на чем угодно потому что в понедельник утром я жду нового старта наверх естественно вот потому что ясно нет растет швейцарец падает по доллару причем необъяснимо почему просто падает это просто самая слабая валюта сейчас на рынке получилось по вчерашнему дню вот естественно держать эту валюту дольше будет трудно то есть если в пятницу на коррекции не закроется то я закрою закрою в понедельник предупредительно и может быть даже приобрету эту пару в дальнейший рост вот а вот иван смотрите как вот молодцы вот рисковые стратегии вот это реально люди много зарабатывают на очень рисковых стратегиях и мне кажется мы даже сами трейдеры не очень понимаем насколько рискуют эти трейдеры понимаете мы кто более осторожно торгует а я так вообще консерватор посмотрим может быть сегодня может быть вот этот шпиль он показывает нам определенный разворот в тренде может быть мы сегодня закроемся посмотрим посмотрим на эту ситуацию мне даже самому интересно насколько это вот отработает вообще в принципе в моем понимании это один шанс из миллиона ну мало ли может я же говорю иван видит очень глубоко он тщательно анализирует собрать статистику ну значит должна она отскочить немного на этой неделе я очень внимательно буду смотреть мне очень интересно просто как трейдеры я смотрю здесь как на произведение искусства понимаете вот как будет выглядеть как это сработает далее коллеги ну и всегда конечно радуюсь когда люди делают и умеют делать то чего я не умею учимся канадец поэтому жду в укреплении однозначная картинка и по нефти и по канадцу однозначно в моем понимании в укреплении австралиец вчера просели сегодня растем там мне кажется глобально доллар сегодня подсягнет новозеландец тоже хорошо смотрите вчера он уступил немного абсолютно и можно его было брать видно было что он пойдет наверх мы вчера на взяли целый день говорили боялись покупать вот такие мы люди с вами золото золото выдела вызывает наибольшую тревогу даже немного удивления вчерашний гэп посадка и сегодняшний неуверенный вообще так сказать такой график 1426 моменте вот по металлам я как-то удивлен и серебро тоже третий день вниз тоже светом ушло вот я думал что серебро стартанет наверх в этой ситуации нет смотрите металлы по металлам давайте думать почему-то пружина сжимается но не стартует вот так выглядит коллеги графики наши сегодняшние по евро сейчас гляну брошу взгляд о котором мы говорили евро нет евро пока остановилась но тоже мне кажется она закрылась и выше нашей линии о которой мы отмечали нисходящие но сейчас движется в обратную сторону делает ретест ну давайте посмотрим что выгоднее сегодня что сегодня лучше себя покажет я 22 часовой графика включу фунтик или евро фунтик последний не блестящий результат а показывает поэтому подумайте вот сами кто во что верит то чем больше торгует фунтик может сегодня даже обогнать но я сейчас расскажу новости за которой я например сейчас пока фунтиком торговать хочу просто потому что оттуда могут быть разные внезапные новости и так коллеги глобальные новости которые влияют на рынок совет безопасности он единогласно одобрил введение новых санкций против к ндр ограничивают импорт нефти в северной кореи запрещают экспорт текстильной продукции из страны а также пытаются значит прекратить ее дополнительный контакт контракты с иностранными рабочими вот ответ на шестое наиболее крупное ядерное испытание объявили корейцы что водородную бомбу создали ну естественно он забеспокоилась у дональда трампа друзья сегодня очень тяжелый день значит вы знаете что его зятя кушнера допрашивать задавать ему вопросы в конгрессе там спецпрокурор готовится и так далее там все хотят с ним поговорить еще 125 раз вопросы задавать по поводу встречи его а с российским адвокатом и бывшим сотрудником гро ссср встречался и прямо все возбудились на эту тему я смотрю вот я уже даже сбился со счета то есть не хочет поговорить уже даже так ну вижу очередной институт американский хочет поговорить но и хорошо но понятно что помощники трампа отслеживают это очень внимательно то что от каждого из так сказать приглашений могут быть неприятности хоть конгресс хоть спецпрокурор там ну кто угодно и вот они говорят что дональду трампу наверно придется так сказать уволь кушнера больше того чтобы он как бы уже говорил как частное физическое лицо они как представители администрации потому что потери имиджевые могут быть очень большими и даже как сообщает после донал подготовлено заявление с объяснением увольнения джареда кушнера из администрации президента трампа это серьезно если взять и придется уволить для трампа это такой будет серьезный удар он им очень доверяет и якобы джаред сыграл очень большую роль в его избране вот интересно но у волстрит журнал серьезный источник там уши везде есть мы с вами смотрим блумберг там тоже постоянно этот парень черненький сериала фамилию вот итальянец и он постоянно белом доме там собираются информацию слухи тра-ля-ля и выносит их на блумберг у волстрит журнал еще более тесной связи вот как утверждают многие аналитики поэтому я с доверием относусь к этому что такой значит проект решения подготовлен это будет конечно серьезно очень серьезно значит трамп реально боится того что может прозвучать далее мы назвала тереза мэй премьер-министра великобритании назвала на принятие били об отмене законов лес историческим второе чтение прошел этот били об отмене законов и с значит это еще там будут обсуждать но видимо раз уже идет то видимо и примут ну то есть разрыв с неизбежен неизбежен и в этой ситуации я не хочу покупать фунтика потому что сейчас если такое решение принято сейчас об этом сегодня об этом на все весь мир подробно говорить многим это не понравится особенно американцы они могут просто начать выводить массовом порядке своих людей свои бизнесы вот и вот этот отрезанный ломать великобритания как таковая особо то не нужно это понятно далее коллеги еще одна проблемка у сша государственный долг сша впервые в истории превысил 20 миллионов долларов это на мой взгляд это не проблем когда там значительная часть иностранных денег не захотят не отдадут и долбитесь как хотите мне кажется наоборот это для них радость что столько денег взяли проели а как как и когда отдавать до разберется господи боже мой далее коллеги крупнейший американский магазин электроники отказался продавать антивирус к спецкого из-за возможной связи компании с российскими спецслужбами о это серьезный это серьезное дело конечно это все-таки без 2 убрали это значительный оборот вот и вот пишу пишет что касперский его компания 2016 году на сша и канаду пришлось около 24 процентов выручки в основном от частных пользователей и корпораций вот это знаете для любой компании минус 24 процента выручки это серьезное испытание очень интересная новость финанс пишет банк и 130 может не справиться с грузом валютных долгов речь и это кстати предупреждает аналитики сбербанка си айби корпоративно инвестиционный банк сбербанка речь идет о банке русский стандарт это 25 место в россии по размеру активов и он не может не может не справиться с обслуживанием срок своего валютного долга из-за низкой прибыли просрочки по кредитам о как о как русский стандарт это много и физлиц и юрлиц там большой они много набрали еще года 2007 они активно там уже были лидеры-перелидеры вот интересно интересно ну а почему делает такой вывод потому что 27 октября значит выплачивается куб первый купон по евро бандам значит погашение в 2022 году так вот перед погашение перед первым купоном русский стандарт разослал обращение кредиторам с целью их идентификации накануне выплаты и это вызывает определенное опасение того что заемщик может начать переговоры об очередной реструктуризации долга на фоне достаточно слабых результатов банка отмечает аналитик по корпоративному долгу сбербанк себе екатерина сидорова это катастрофа это катастрофа у кого есть связи с банком русский стандарт личный счет корпоративный счет бегом сегодня если банк не может погасить выплатить купон денежными средствами если у него нет выручки такой вот это все это это вопрос только времени это открытие номер два по разным причинам но это открытие номер два это открытие на считаю повезло его взял принял на себя банк россии а примет ли банк россии еще один банк из топ-30 большой вопрос с точки зрения бизнеса это все это катастрофа далее друзья интересная новость из самого сбербанка сбербанк продаст свой аэропортовый бизнес я помню 2011 год тогда совместно назначат с базовым элементом олега делипаски создавалась концу создавалась группа так сказать инвесторов которые будут модернизировать аэропорты сочи краснодара и анапы и гилинжика еще вот и тогда это бурно 2011 год пиарили как это будет классно в супер заработаем а вот сейчас сбербанк решил продать ничего не заработали за последние шесть лет и решил продать о это тоже интересно это значит и во-первых проект значит плохо идет но это значит что нет денег не сбербанка не у базового элемента сегодня покупать сбербанк надо осторожно далее мы естественно коллеги все новости которые озвучиваю сразу же мы думаем с вами как они повлияют на рынок вот эта новость на рынок для сбербанка не сильно тоже хорошая поверьте мне значит министерство экономического развития спрогнозировала сокращение пенсии в реальном выражении в ближайшие три года оба на инфляция шарашит а пенсии в реальном выражении будут сокращаться за счет чего основная причина отказ от индексации выплат работающим пенсионерам которых в россии около десяти миллионов ну плохо и то что отказывается индексировать пенсии пенсионерам они то понимаете они вроде хотят еще работать немножко заработать а тут и из-за этой им пенсии индексировать не будут естественно пенсионеры которые могли еще работать чем побросают нифига ли себе неправильно вообще да а во вторых но согласитесь выбрали время объявления этого так сказать вывода минимум развития на следующий день после муниципальных выборов ну то есть ясно тянули сознательно потому что понимали что если это объявить в пятницу то на выбор и результаты выборов могли быть по-другому выглядеть далее евросоюз отказался признавать выборы в крыму вот видите я думал честно говоря не промолчат как-то нет нет они говорят мы не признаем поскольку не признаем значит как они пишут цитирую источник незаконная аннексию крыма россии прямо зафиксировали либо вообще-то промолчать потому что сейчас пытаются установить лучшие отношения но нет видимо видимо возможности для этого нет коллеги открылся вы знаете парк заряде я читал итоговую цифру затрат 14 миллиардов рублей говорят воскресенье нас не пустили в сказали только по приглашениям ну не знаю там где кому когда приглашение давали вот сегодня вижу вандалы повредили стеклянный купер купол в парке зарядье подождите по всем мире стеклянные конструкции делаются из антивандального стекла его повредить практически невозможно а тут у меня сразу вопроса из чего сделали стеклянный купол парке зарядье из какого стекла у вас первый же день какие-то вандалы его повредили далее коллеги решение цб от ключевой ставки 15 сентября станет более радикальным о и вера набиуллин рассказала сейчас это подробно обсуждается я кстати первый раз увидел это выступление она была на той неделе но как там его может быть и не публиковали его может часто повышала эта информация а совет директоров 15 сентября обсудит снижение ключевой ставки на 0 25 или 0 5 процента пункта с сегодняшнего уровня в 9 процентов а это отмечает издание московский комсомоль что глава цб уже второй раз предваряю решение о ставке раскрытием карт регулятора пытается сделать и политику придет на денежную политику предсказуемой могут хорошо хорошо снижение ставки для рубля на рубль сейчас окажут хорошее влияние поможет ему укрепиться на мой взгляд и да да здорово здорово начинает снижать ставку ниже 9 процентов это уже хорошо друзья коллеги хочу обратить ваше внимание что уходят старые профессии приходят новые вот мне понравилась статья прежде всего заголовок нейроэкономист василий кличерев заявляет что человек это часть суперорганизма и красная я себе нашел новую интересную работу нейроэкономист красавчик главное подать себя хорошо это все все очень правильно делает так что мы с вами нейро трейдеры давайте так вот сделаем скажем там трейдеры на других ресурсах просто трейдеры а мы нейро трейдеры мы глубоко в суть предмета проникаем и прямо тонко чувствуем каждый нерв каждое движение ну то что это портал во вселенной уже давно известно все знают это не 9 а то что это еще и так сказать площадка для нейро трейдер мира трейдинга красиво придумано buy sell две стороны монеты друзья бросаем на нефть марки wti мы торгуем смотрим buy а вот это разговор это я понимаю наконец-то монета проснулась наконец-то монета проснулась монета 12 сентября buy это прекрасно екатеринбург пишет игорь у меня там тоже есть это видимо про этот русский стандарт банковский стандарт игорь екатеринбург сколько у вас денег вообще у вас в каждом банке который проседает или падает югра открытие русский стандарт вас каждом банке по миллион четыреста лежит его настоящая фамилия он ее скрывает она мне кажется эта фамилия корейка как банк не заваливает все я так понимаю вы работать не будете побежите сейчас снимать не снимать деньги из русского стандарта что кстати будет правильно без шуток без шуток бегом снимайте и доллары покупаем не надо и сергеев не надо как бы пропагандировать доллар да я вижу что вы с сарказмом а а может вы серьезно пишите покупаем доллар и это нет нам есть куда проинвестировать и в трейдинг и у нас прекрасная так сказать управляющие активами есть которых можно проинвестировать они там в пределах все окей а то есть не больше миллион четыреста вот игрой сильно помогли когда новостями было превышение в мае а ну правильно конечно коллеги а у кого больше миллиона четыреста и мне например даже сам идея миллиона четыреста нравится надо что-то ходить две недели ждать какие-то там заявления писать что-то суетиться а то сейчас поехал поехал бабки снял свои дома положил стеклянный банк и все что тут как бы особо бегать за свои бабки которые ты заработал еще потом их вынимаешь и сбегаешь но это глупость величайших честно говоря что коллеги двигаемся дальше к сожалению все мы эти глупостью время и времени занимаемся последние годы что-то как-то зачастили прямо ну так смотрите югра открытие русский стандарт наклянился так по серьезному у нас это вот я хочу сказать санкции международные влияет гораздо сильнее чем мы думаем на каких-то еще ресурсах запасах все держится но понятно что и таких пробоев системе знаете как три инсультных удара евро открытие и русский стандарт если пойдет это это банки топ-30 понимаете они могут сильно повлиять дома до меня например русский стандарт сильно напряг ладно один раз ладно два раза но уже третий раз подряд причем в рамках нескольких месяцев это все открытие так вот вообще недавно ну так серьезно дело индикаторы коллеги макроэкономические чего ждем сегодня индекс потребительских цен в великобритании ждем сегодня рост вроде обещают нам ежемесячный отчет опек сегодня вот ввп по россии кстати говоря ждут было 0 5 процентов тот же период прошлого года сейчас ждут ввп два с половиной процента классно же что где-то видят какой-то рост какое-то развитие я вот смотрю по сторонам ничего не вижу застой он как повезло тому кто рядом с развитием мы когда-то сегодня вечером недельные запасы сырой нефти по данным американского института нефти и пиаль живем я думаю сегодня покажут большие положительные запасы потому что мало кто покупал нефть на прошлой неделе из-за урагана харви ирма это понятно а нет это еще харви отразится подожди тогда это же на туда на позапрошлую неделю это еще харви отразится да за прошлую неделю харви отразится ирма была в конце прошлой недели понятно понятно ирму мы увидим результаты через неделю еще но там еще раз говорили нефтепереработка не было затронула там ничего особого ждать не надо все коллеги давайте подводить итоги вот эти глобальные новости но я жду сегодня я жду что нет пойдет наверх да она с утра проседает а но это был ретест давайте объясню почему я с оптимизмом смотрю вот покупать не буду потому что уже ну так под размер моего депозита я считаю что уже хватит меня уже даже вчера перекритиковали что я перебираю да так вот то есть соил давайте включим часовой график мы на прошлых часах укрепили сейчас делаем небольшой ретест в рамках торгового диапазона и в какой-то момент я ожидаю пробоя ноги может быть даже прямо сейчас это по нефти на ну кстати торговый диапазон давайте лучше на 15 минут на графике его обозначим чтобы нам было комфортнее следить за ним когда состоится пробой вот ну естественно хотелось бы чтобы пробой был наверх торговый диапазон в рамках 47 98 48 05 12 пипсов идет достаточно давно достаточно давно зашли мы сюда зашли мы сюда в два часа ночи ну и вот с двух часов ночи по москве мы здесь стопчемся это конечно это закончится это закончится быстро на это то что мы два часа не можем дойти до нижней границы я жду наверх однозначно совершенно биткоин красиво идет наверх и жду наверх евро доллар жду наверх мы вышли за пределы нисходящей верхней границы нисходящего тренда на часовом графике делали ретест показали заманили всех продажи и сейчас стремительно уйдем наверх вот такой у меня план друзья я в него верю вот пока мы еще не вышли из спреда вот но уверен что сейчас мы стартанем под веселую песню у а мы стартанем наверх и уйдем красиво стремительно те кто верит фунтик больше чем еврик рискуйте есть перспектива хорошего движения по еврику наверх день и день красивый зеленый и часы часы зеленые были здесь вообще бычье поглощение красивая я не я боюсь плохих новостей из британии любой момент поэтому не рискую но по доллару и не доллар доминирует у иена какая-то большая проблема и по серебру выставил свою точку зрения по серебру и ничего не буду делать буду смотреть потому что на мой взгляд какие-то новости длительные должны быть чтобы изменить ситуацию пока серебро смотрит вниз вот такие торговые идеи на сегодня друзья а всем спасибо хорошего дня и успешного торгового